Теперь возникает такой вопрос. Ну хорошо, это все хорошо, наука, буковки, формулы. А вот в жизни. Часто ведь бывает нужно, чтобы бросить монеты. Вот скажем, был такой случай. Я когда работал в школе, мы вели с коллегой занятия на слепту, двое тогда на уроке, и я проверял контрольные и случайно одну работу не проверил. Она засосалась на уроку, и значит я ее не проверил. И я вытащил, думаю, сейчас я на уроке проверю, подходит школьник и говорит, а можно не проверять? Я говорю, а что будет? Давайте монетку бросить. Я говорю, ну давай. Парник подошел, говорит, ну давай вот так бросать, значит первое бросание. Это четное или нечетное? А второе бросание, это большая или маленькая? Ну например, нечетное и большая, да? Четное и маленькое, это что? Двойка. Ну, бросили мы монету. Двойка. Ну, ну всяко бывает. Это же вероятность. Один раз не показатель. Взяли, еще раз бросили монету. Опять, ну двойка. Хорошо, говорит, надо монетку поменять. Давай монетку. Поменяли монету. Дали другого бросить. Просили. Опять, ну. В итоге, ну, мы еще раз два меняли монетку, но не везло пару минут. Потому что ни разу не было положительной высшей двойки оценивали. Померил работу, там оказалась тройка, мы поставили тройку. Но, тем не менее, это о чем говорит? Что мы, конечно, верим, что мы бросаем дву почти правильную монету. Хотя это, в общем, неверно. Но даже если бы бросали правильную монету, вероятность того, что вы в этом эксперименте выпадили два, это одна четвертая, правда? У вас всего два бросания, и из них двойки соответствуют один единственный суть. Значит, у вас одна четверть. В принципе, это не очень большая вероятность. Но и заметьте, не очень маленькая. Да даже если бы была бы маленькая, то, что вам у тебя вероятность, говорят, что какое-то маловероятность, совсем не означает, что лично для вас оно не случится. Вполне может быть. Второй момент, что, конечно, вы бросали монетку, но какая вот в кармане была. И вот теперь, представьте, достаете вы из кармана монету. Ведь она неправильная. Да? Ну, вот, люди там делались на станках, там уже стелы с какой-то стороны. Она падает на орла, а решка не равна вероятности. А вам вот надо честный эксперимент, чтобы как бы в математике собирать все это на второе. Да? А почему не в раунде? Она же не вращается, она же не вращается вверху, 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 вверху. Она может вращаться. Вы знаете, что просто вы к одной части пластилина приделали и бросили. Вот на какую она упадет? Англиблоскетинка. Где пластилин она упадет, куда тяжелее. Вот даже если будет вращаться, она просто перестанет вращаться в момент упадения. И рухнет на тяжелую часть. Вот, поэтому, как бы, я тоже молчу про то, что это симметрично. А это вот может быть, в принципе, не будет. Потом надо бросать, закручивая, хорошенько. И это может не случиться. Вы можете закрутить так, что она просто перестанет вращаться и рухнет в вашем. Поэтому ясно, что вот, ну, нет куда в жизни взять правильное бросание монет. Вот такой настоящий, как мы математикам хотим. И спрашивать, как нам улучшить эту ситуацию. Вот это особенно важно, потому что часто нужно получить некую случайность. Скажем, в современном умеет все страшно получать нечто случайное, потому что считается, что это способствует моделированию, как будто вот человек себе. Как мы видим, вот многие методы новые, вот там, из страшного, популярной наук о машинное обучение, они все пытаются имитировать человеческую деятельность. А эта имитация происходит через добавление некого случайного продукта. Такое впечатление часто складывается, что там люди думают, что мы просто действуем летом тыком, непрерывно, не пользуясь никакими соображениями волнов. Так вот спрашивается, откуда в жизни, вот вы, вы видите, у вас правильной монетки нет, а есть обычная. Как смоделировать правильное бросание? Как смоделировать так бросить, чтобы вероятность была одна-вторая?